Привет всем, с вами Рокес и похоже разработчики поняли, что раздавать пермачи всем за решеет в первый же день обновы было не самой лучшей идеей и игрокам начинают возвращать их аккаунты. Ты готов к сумасшедшим ставкам на PUBG DEP? 5 игровых режимов 24 на 7 техническая поддержка У всех есть шанс на победу Выбор победителя через Random Org Прими участие в раздаче бесплатных предметов Зарабатывай в нашей реферальной системе Играй и выигрывай на PUBG DEP.com Если вы помните, относительно недавно вышло обновление, которое усилило античит, запретило использовать все сторонние программы, а тем, кто их использовал, раздали перманентный бан. И я тогда сказал, что это чересчур, на мой взгляд, потому что, ну, надо было хотя бы как-то предупредить уже внутри игры. Да, разработчики говорили об этом в новостях, очень много раз заранее это анонсировали и писали в своих соцсетях, но тем не менее, как сказал один из моих подписчиков, нужно было это сделать прямо внутри самой игры. Вдруг человек совершенно не следит за новостями, а просто заходит вечерком скатать. И тут, если у него был установлен решейт, он заходит в игру, играет одну катку и ему прилетает пермобан. Естественно, это не очень приятно. И, судя по всему, разработчики поняли, что слегка перестарались и уже несколько человек мне отписались с тем, что после обращения в службу поддержки с просьбой разбанить их аккаунт, им пришло сообщение о том, что в ближайшее время аккаунт будет разблокирован, что не может не радовать. Но я так понимаю, что если инцидент повторится и человек, которого разбанили, снова начнет играть с решейтом, то пермобан, который вам опять прилетит, никто уже снимать не станет. Поэтому, если уж все-таки вас разбанят, не гневите судьбу и удалите все возможные сторонние программы, особенно решейт. Разбаны коснулись также сервера PlayKey, но это вообще, на мой взгляд, было как-то странно. Если кто не знает, то пользователи, которые играли через PlayKey в PlayerUnknown's Battleground, тоже заблокировали и тоже перманентно. И если с решейтом, тут еще можно сказать, что была двоякая ситуация, потому что, так или иначе, программа сторонняя, об этом предупреждали и, в принципе, разработчиков понять можно, то с PlayKey вообще нельзя, потому что сервис официальный, он сотрудничает с играми и то, что там не нарушаются никакие правила игры, и так ясно. Но разработчики сами это поняли и уже в официальных соцсетях компании PlayKey написано, что все аккаунты в скором времени будут разбанены, все игровые ресурсы будут восстановлены и все будет хорошо. Это, конечно, радует, что разработчики исправляют свои ошибки, но, тем не менее, ошибки лучше не совершать, нежели чем потом их героически и с красивым видом исправлять. Потому что я уверен, что люди, к которым прилетел тот самый бан, которые не могли играть какое-то время и уже думали, что все, данный аккаунт для них потерян, явно от такого были не в восторге. Да, конечно же, новость о том, что их, возможно, разбанят, радует, но было бы приятно, если бы изначально прилетел не перманентный бан, а, например, недельный. Так что все пользователи, чьи аккаунты заблокировали в первые дни обновления за использование Reshade, можете написать в службу поддержки, ссылка будет в описании, там изложите всю свою проблему и большая вероятность, что вам вернут ваш аккаунт и вы сможете снова на нем играть в PlayerUnknown's Battleground. Ну а на сегодня все, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, также напишите в комментариях, получили ли вы пермобан и, может быть, вам его уже сняли, если не сняли, то хотите ли вы, чтобы вам его сняли. И также хочу пригласить всех на стрим сегодня в 20.00 по московскому времени, будем играть в сквадах с подписчиками, возьмем, я уверен, пару топчиков, будет очень интересно, все приходите, всех жду. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.